Ты, я вижу, всё понял и оценил, и с сожалением относишься к моим заблуждениям, заговорил он опять, возвышая голос. Николай Дмитриевич, Николай Дмитриевич, прошептал опять Марья Николаевна, приближаясь к нему. Ну хорошо, хорошо, да что ж ужин, а вот и он, проговорил он, увидав, лакея с подносом. Сюда, сюда, сюда ставь, проговорил он сердито, и в тот час же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. Выпей, хочешь? Обратился он к брату, в тот час же повеселев. Ну будет, Сергей Иванович, я всё-таки рад тебя видеть, что там не толкует, а всё они чужие. Ну выпей же, расскажи, что ты делаешь, продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая другую рюмку. Как ты живёшь? Живу один в деревне, как жил прежде. Занимаюсь хозяйством, отвечал Константин, с ужасом, вглядываясь в жадность, которую брат его пил её, и стараясь скрыть своё внимание. Отчего ты не женишься? Не пришлось, покраснев, отвечал Константин. Отчего? Мне кончено, я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что если бы мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая. Константин Дмитриевич поспешил отвести разговор. А ты знаешь, что твой вонюшка у меня в Покровском конторщиком, сказал он. Николай дёрнул шеей и задумался. Да расскажи мне, что делается в Покровском, что дом. Всё стоит и берёзы, и наша классная. А Филипп Садовник неужели жив? Как я помню беседку и диван. Да смотри же, ничего не применяй в доме. Но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошая. Да приезжай теперь ко мне, сказал Левин. Как бы мы хорошо устроились. Я бы приехал к тебе, если бы знал, что не найду Сергея Ивановича. Ты его не найдёшь. Я живу совершенно независимо от него. Да ну как ни говори, ты должен выбрать между мною и им, сказал он робко, глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина. Если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Ивановичем я не беру ни той, ни другой стороны. Вы оба не правы. Ты не прав более внешним образом, а он более внутренним. А, ты понял это, ты понял это, радостно закричал Николай. Но я лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой. Потому что... Почему? Почему? Можно говорить?